Питаться о церкви впервые. Это как любит себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди время стал антиох-эпифан. Если мы были способны менять духовную реальность вокруг нас, мы должны иметь духовную власть. И сегодня я хочу поговорить именно об этом. И фактически вчерашнее занятие можно обобщить таким образом, что если вы не знаете, кто вы есть на самом деле в Господе, то вы не можете иметь духовную власть. Если вы не верите, что Господь любит вас и принимает вас, вы не можете практиковать духовную власть. Вы будете расстроены. Будете чувствовать стыд и вину. Не будете себя чувствовать достойными. Вы можете притворяться, будто вы знаете все, как должно быть, и говорить, как должно быть, правильные вещи. Но в сердце у вас не будет уверенности. Многие люди так и живут. Они пытаются совершать духовные вещи, но они не работают. И мы начинаем как бы служить своими губами, в кавычках. У нас есть переводка для этого? Да. Просто буквально. То есть, устами мы почитаем учение какое-то, да, но сердцем мы далеко от этого. Господь хочет отвечать на вашу молитву. Невозможно действовать на основании только того, что вы думаете. Или на основании ваших чувств. Вчера я говорил о том, что я был злой и уставший. Но Господь все равно хотел послужить людям через меня. И когда я принял решение молиться, Господь дал мне то, что нужно было. Иногда вы будете переживать Божьи эмоции по отношению к людям. Подумайте об этом. Или, допустим, представьте, что вы никогда не переживали каких-либо эмоций. Или вы сдерживали эмоции. Тогда вы будете ограничивать то, что Дух Святой может сделать через вас. Писание говорит, что Иешуа увидел толпы людей, и Он проявил к ним сострадание. Я вырос в семье, где никто не выражал эмоций. Выражали только злость, но позитивных эмоций не выражали. Поэтому для меня было странно учиться говорить, что я тебя люблю, или выражать любовь к людям. Меня это смущало. Чувствовал себя как бы неполноценным. Понимаете, о чем я говорю? Ты хочешь это делать, но это очень сложно. Это как муж, который говорит жене, что он ее любит. Он ей сказал. Он ей однажды сказал, что он ее любит, и в течение 20 лет никогда больше не говорил об этом. И однажды она его спрашивает. И он говорит, что я тебе сказал, что я тебя люблю еще 20 лет назад. Если что-то изменится, я тебе скажу. Не очень мило, да? Ну, вот так вот это меня характеризует. Похоже на то, каким я был. Я люблю людей, и действительно всегда в сердце хотел лучшего для них. Но мне было очень сложно сказать это. У кого из вас были такие проблемы? Что Господь хочет сделать? Он хочет ввести вас в нечто большее. Представьте, что Господь наполнял бы вас всей любовью, которую Он имеет к людям. И вы будете переполнены эмоциями. И Ишуа посмотрел на Иерусалаем и видел, что они упускают свою возможность, и написано, что Он заплакал. Итак, о чем я? Вы должны начать это делать. Как ребенок учится ходить? Шаг за шагом. Когда вы начинаете это делать, вам становится легче. Но нужно начинать. Это как с мышцами. Если вы занимаетесь, то мышцы развиваются и становятся сильными. Как с любым другим делом. Чем больше вы делаете, тем легче становится. И спустя какое-то время становится естественным. Понимаете? Если мы хотим иметь духовную власть, мы должны выходить из зоны только души и переходить в зону духа. Если мы хотим практиковать веру, мы должны выходить за рамки нашего душевного восприятия. Новый Завет говорит о том, что Господь может сделать больше, чем мы просим, и превыше того, о чем мы думаем. Подумайте об этом. Представьте, что вы молитесь, а Господь совершает еще больше, чем вы просите. Писание говорит, что Бог хочет это сделать. То есть, Бог не ограничен только вашими чувствами и вашими мыслями. Вы должны понимать, как Бог смотрит на вас. Первое. Он видит вас своего ребенка. Он не видит грех, потому что Ишуа заплатил цену за грех. Он видит вас. И любит вас. Потому что Он любит вас. Он совершает свою работу в вас, чтобы вы росли и развивались. Но это совершается на основании того, что вы понимаете, что вы приняты и любимы. Мой отец исправлял меня, когда я был молод. Но я не чувствовал любовь или принятие с его стороны. Поэтому это исправление было очень трудным. Но если вы чувствуете любовь и принятие со стороны кого-то, и эта Личность говорит вам, в чем-то вас исправляет, говорит, что что-то вы делаете не так, тогда это совершенно другой опыт. Вы знаете, что этот человек хочет вам помочь. Понимаете, да? Господь хочет помочь вам, хочет, чтобы вы выросли, потому что так лучше для вас. Грех — это непопадание в цель. Я стреляю из лука и не попадаю в цель. Это определение. Господь хочет, чтобы вы попали в цель. Это лучше для вас и для других. Нужно начинать с такого основания. И также нужно думать о следующем, о словах Петра, что мы — царство священников. Подумайте о священстве в Танахе. Был первый священник, были священники. Когда пришел Иешуа, Он сказал, теперь вы — священство, вы — священники. Это ваше призвание. Это ваша задача. Это та задача, которую мы все имеем. Исполняете ли вы свои обязанности священников? Что делают священники? Священник стоит перед Богом от имени других людей. Он представляет других людей. Мы призваны молиться за тех, кто не может молиться за себя. Это служение священников. Они не за себя молятся. Может, им все равно. Может, они не верят. Но когда вы молитесь за них, они стоят перед Богом. Потому что вы представляете их перед лицом Божиим. То есть вы можете как бы вмешиваться в жизни людей через молитву. Мы призваны изменить мир. Это замечательное служение. И если вы верите, что вы можете менять вещи, тогда это вообще захватывает. Могу много историй рассказать. Священник служит перед Богом. Поклоняется, молится. Почему мы поклоняемся? Я говорил об этом в прошлом году? Почему мы поклоняемся? Помните, я говорил, что такое впечатление, что Бог — какой-то такой эгоист, маньяк, который сидит на небе? Я раньше думал так, что если я как бы вошел в отношения с Богом, если у меня был какой-то опыт в отношениях с Ним, и я поверил чему-то, что написано в Библии, но все равно есть какие-то вещи, которые странные. И с некоторыми вещами, я, если быть честным, даже не был согласен с Богом. У кого-то были такие ситуации? О, у нас есть 3 честных людей, 4, 5 честных людей, 6 честных людей. Наши вопросы не доставляют Богу проблем. Поэтому нам не нужно притворяться перед Богом. Мы должны быть настоящими перед Ним. Это же правильно. Это же хорошо. Я ходил в церковь, и там был лидер прославления, он был пуэрториканец. Это была женщина, она была как группа поддержки у Бога. И если ты там начинал маршировать и кричать Богу, то она не была счастлива. Она хотела, чтобы ты больше эмоций выражал, и очень громко их выражал. И если ты этого не делал, она тебя строила. Ты не любишь Бога. Она заставляла нас работать, во всяком случае, внешне. И я всегда был счастлив, когда прославление заканчивалось. Слава Богу. И тогда я начал думать, почему Бог нам нужно сказать, что Он велик все равно и все равно. Я начал думать, зачем Богу, чтобы мы постоянно говорили, какой Он великий? Ну, если ты великий, то ты великий. Что тут еще добавлять? Десять раз надо Богу говорить, что, Боже, ты великий, великий, ты прекрасный. Дай пять. Вы все хорошие верующие, у вас никогда таких мыслей не было. Но иногда, когда мир на нас смотрит, они думают, что мы ненормальные. Что с вами не так? Почему мы поклоняемся? Мы поклоняемся, потому что Богу нужно, чтобы мы говорили, какой Он великий? Не думаю. Мы поклоняемся, потому что это наша нужда, не Его нужда. Мы нуждаемся в этом. Когда мы поклоняемся, мы получаем откровение о том, кто Он есть. Иногда я расстроен, иногда я слаб. Иногда мне нужны финансы. Мне нужны исцеление, сила, мудрость, благодать, прощение. А потом я поклоняюсь Господу. И я говорю, что, Боже, Ты тот, кто отвечаешь на мои нужды. Ты прекрасен. Ты верный. Ты добрый. Понимаете, да? Потому что это созидает меня и дает мне перспективу, видение. Господь не нуждается в том, чтобы мы поклонялись Ему, потому что Он как будто бы не знает, кто Он. Это кому-то вообще помогло сегодня? Что такое поклонение? Это выражение веры. Если вы поклоняетесь только потому, что вам нравится песня, то вы не поклоняетесь. Мне все равно, насколько хороши музыканты или насколько они непрофессиональны. У меня может быть хорошее время поклонения, когда я просто размышляю о Господе. Но если у меня нет этого откровения, то я поклоняюсь только как бы двигаясь за музыкой, а не за Богом. Те, кто жалуются постоянно по поводу музыки, они кое-что говорят о себе. Они не знают, как встречаться с Богом. Потому что они думают только о музыке. Но если у вас плохая музыка, но вы любите Бога, все равно можете встретиться с Богом. Понимаете, о чем я? Сумысл и цель не в том, чтобы нравилась или не нравилась музыка. И священники призваны к поклонению. Когда мы поклоняемся, мы приносим присутствие Божьей. Это приводит присутствие Божьей в определенную ситуацию. Помните, в Танахе, идол, например, или был ковчег завета. когда не знали, что делать ковчегом. Когда ковчег завета оказался у филистимлян. И там был идол. И каждый раз этот идол падал перед ковчегом завета. И каждый день они его ставили обратно. И каждый вечер он опять падал. Что такое ковчег завета? Присутствие Божьей на земле. Итак, что происходит, когда вы поклоняетесь? Вы как бы являетесь ковчегом завета. Это приводит Божье присутствие в то место. И меняет духовную атмосферу. Проблема не в присутствии бесов или дьявола. Проблема в отсутствии присутствия Божьего. И борьба против дьявола, она больше не касается борьбы напрямую. Но она заключается в том, что мы начинаем действовать как священники. приходит Божье присутствие и атмосфера духовная меняется. Тогда людям становится легче и вещи меняются. Когда я впервые стал пастырем в Калифорнии, я заметил, что между бедными в США я видел, между бедными в США люди всегда бедные и всегда бедные. И, например, в США часто люди, которые бедные, они в основном больные. Эти два понятия обычно вместе идут. Беднота и болезнь. Бедные и больные, нищие и больные. Это как бы такой дух разрухи. Когда люди чувствуют поражение, да, даже духовное, они заболевают физически. Я не говорю, что всякий раз, когда вы заболеваете, у вас сломленный дух или такой дух поражения. Я тоже болею иногда. Два дня назад были проблемы с желудком, например. Думаю, что это из-за еды. Ничего духовного. Но вы можете увидеть, что когда люди упали духом, когда они чувствуют какое-то поражение, часто они болеют. У них нет надежды. И мы начинаем проповедовать Слово Божье и жить как священники среди этих людей. И спустя какое-то время люди исцеляются, им становится лучше, и они получают работу. Что-то меняется в их мышлении. Когда вы действуете как священники, атмосфера меняется. Вы меняете атмосферу. Вы можете это сделать у себя дома, в общине, на работе. Не нужно всем объяснять, что вы делаете, чтобы не подумали, что с вами проблемы какие-то. Right? Но вы можете менять вещи и влиять на вещи. и если вы находитесь в каком-то месте и кто-то совершает противоположные действия, тогда люди могут высвобождать наоборот бесовские силы или открывать двери для беса. появляется духовный конфликт. Помните, вчера я вам рассказал историю в конце занятий? Как-то мы начали молиться за одно здание в нашем районе. Трехэтажное здание. Это был такой притон. Что-то там постоянно происходило. есть такие места, где постоянно какие-то беды происходят. Какие-то районы, какие-то дома, здания. Знаете, там духи. Когда это постоянно происходит снова и снова, то я даю гарантию, что там какая-то бесовская сила. Аллилуйя! Теперь вы знаете, что делать. когда вы понимаете, что такое духовная борьба, а что не духовная борьба, вы можете менять. Понимаете? Прежде чем мы молились за это здание, мы тогда с женой переехали в тот район. Знаете, это как в американских боевиках или фильмах про гангстеров. Точно-точно такой же район. Все такие машины громкие. есть, например, в США такое шоу про полицейских, и я как-то смотрел его, и выключил телевизор, открыл дверь, и все, что по телевизору только что показывали, было прямо вот через дорогу. Я подумал, что мне телевизор вообще смотреть? могу к окну подойти и посмотреть? Все то же самое. Это было безумное место. Безумные люди. Сотни людей на улицах просто кричали. Мы туда переехали и начали молиться. Но наше мышление было такое. если Господь прислал нас в этот район, значит мы главные в духовном мире. Посмотрите на соседа и скажите «Ты директор, ты босс, и вы босс». Скажите им, скажите им, делайте это. «Ты главный там, где тебя Господь посылает». Скажите друг другу «Ты главный там, где тебя Господь посылает» и вы главный там, где вас Господь посылает. Это правда. Это меняет мышление. Я не говорю о гордости или пренебрежении. Я не иду в те места, куда Господь меня направляет и говорю «Так, я здесь главный». Я дьяволу рассказываю об этом. В этом разница. Понимаете? Мы начали молиться. И после месяца я смотрел дом для помещения, где можно было проводить ученичество для людей, которые стали приходить к Господу. Но эти ребята, они говорили, что мы еще не готовы пойти на работу. Они не знали, как работать вообще. были лентяи, никогда не имели дисциплины в жизни. Они были наркоманами, делали, что попало. Я не мог им сказать «Приходите каждый шаббат и Бог изменит вашу жизнь». Мы должны были каждый день сделать распорядок и каждый день рассказывать им, как жить по-другому. Но у меня денег не было. я знал, что нужен дом. И Господь проговорил мне. Я сказал Господу, у меня нет денег. И Господь сказал мне, ты должен накормить множество. помните историю? Ученики сказали, что у нас немного хлеба и пару рыбок. Пять тысяч мужчин только были накормлены. И Господь сказал, никаких проблем, ты будешь кормить всех. Как совершать чудеса? Господь никогда не спрашивает, чего у вас нет. Можете записать, забудете. У меня куча таких вещей, поэтому записывайте. Господь никогда не спрашивает, чего у нас нет. Он просит, чтобы мы действовали на основании того, что мы имеем. Моше, что у тебя в руке? Господь всегда спрашивает, что у нас есть, а ничего у нас нет. поэтому часто нужно совершать небольшие шаги, и когда вы будете делать шаги, Господь будет делать то, чего вы не можете делать. В чем ваше призвание? Делать то, что вы можете делать. Делать то, что вы можете делать. Напишите. Это ваше призвание, делать то, что вы можете. Я не все говорю вам записывать, но то, что важно, записывайте. То, что я говорю. К чему Господь вас призвал? Делать то, что вы можете. Вы можете совершать определенные вещи. Но каждый из нас упирается в стену и не может сам своими силами делать больше. Хорошо иметь стены. Не всегда это приятно. Не всегда это весело. но Господь нас приводит в те места, где мы уже бессильны. И там происходят чудеса, когда Господь совершает невозможное. И Господь говорит, я Бог невозможного. чтобы ваша вера и ваша уверенность была основана на Боге и его способностях, а не на человеческом. Вы будете жить жизнью ваших ограничений и вашего мышления? Или вы будете полагаться на то, что может делать Бог? Очень немногие люди способны перейти за грань. Это не так сложно. Любой может это сделать. Вы не можете говорить, у вас это лично не получится. У всех получится. Все могут перейти к черту. И Ишуа сказал, что вам нужно только одно. Вам нужно быть как дети. Если вы можете быть простыми, как дети, вы можете это совершить. Это ваше решение. господь просит вас доверять. Он сделает то, чего вы не можете. Но иногда мы не ждем, когда он это сделает. И правильно делать так, что делать то, что вы можете, то, что вам по силам, а не смотреть на то, чего вы не можете. Итак, я начал гулять вокруг и искал дом. И церковь, в которой я был пастырем, была очень бедной. Они не обеспечивали полностью мою жизнь. То есть у меня даже не хватало денег для собственной семьи. Но Господь мне сказал, ты накормишь множество. Я понял, что он имел в виду. Я начал ходить искать дом. И первый дом, который я нашел, там жили бандиты. Латиносы. Я постучался к ним, сказал, кто я. и они говорят, ну иди сюда. Начали задавать вопросы. И спросили, кто ты? Ну потому что я белый, как бы они из Латинской Америки. Обычно как бы белые не стучат в двери латиносам, это безумие. они спрашивали, откуда такой смелый? Я сказал, что я пастор церкви, которая здесь находится рядом. там. И они спросили, ты имеешь в виду та белая старая церковь, куда ходят белые? Потому что когда я впервые переехал в тот район, там в церковь ходили люди, которые уже вот-вот и на тот свет отправятся. Знаете, играли соответствующее прославление. И лидер прославления на пол песни забывал, что она играла. Очень так смущало. Я приглашал людей прийти в церковь. Они приходили. Она играла, играла, и потом она забывала, что она играет, и у нее наступал ступор, как в мультфильме про Симпсонов. Жизнь была такая безумная. В общем, ситуация была невероятная. невероятная. Я видел, как люди приходили, они заходили, стояли 10 минут, и не разворачиваясь, так вот назад выходили, пятясь. Я их не обвиняю. Иногда ничего не можешь сделать. И они вот эти бандиты говорят, мы думали, что церковь уже закрылась. Я говорю, нет, она еще работает. Просто на самом деле, когда было церковное собрание, входные двери закрывались, чтобы бандиты туда не заходили, все заходили через черный ход, боялись. И я им сказал, слушайте, мы здесь уже где-то шесть месяцев живем, и мы за вас молимся. Помните, я сказал, что мы священники. И я им говорю, мы за вас молимся. они друг на друга переглянулись. И они спрашивают, когда ты сюда приехал, видишь? Я говорю, где-то шесть месяцев назад. Они опять посмотрели друг на друга. И они говорят, знаешь, до того, как ты сегодня утром к нам пришел, мы говорили, и мы делились друг другом и сказали друг другу, что что-то изменилось в этом районе, и мы не понимаем, что это происходит. Это были неверующие. И они сказали, что мы собирались шесть месяцев назад начинать поклонение сатане. Но что-то изменилось в то время. И мы испугались и решили, что это плохая идея. Понимаете? Вы священники. Поэтому когда вы начинаете действовать как священники, вещи меняются. Things change. Everybody focus on me. All right, let's all wave and then Welcome. Okay, so how long do we have? Three minutes. Three minutes. I'll talk backwards. Okay. So, do you hear what I'm saying to you? Слышите, что я вам говорю, да? See, we are called to be priests. We призваны быть священниками. And when we act like priests, we change the spiritual atmosphere. And when we ведем себя как священники, мы меняем духовную атмосферу. Things we don't always know what happens. We не всегда знаем, что происходит. But things really begin to change. Но на самом деле вещи меняются. So, then I went to another house after that. It wasn't the best house to rent. I didn't want the house. And so, I went to the door and the lady was there and I asked her about the house. It was right by our church. And she said, oh, you would like to rent this house. And so, I said to her, yes, I think it would be perfect. And she said, well, what do you do? And I asked her, what do you do? I said, oh, I'm pastor of the church right here. And she said, oh, she's thinking wonderful. And she said, oh, she's thinking It's a bad neighborhood. And she said, would you, is this for you and for your family? And she said, would you, is this for you and for your family? I said, no, no, it's for other people that I've begun to help. And I said, no, it's for other people who I've begun to help. She's a smart lady. She's like, what do you mean? And she said, what do you mean? I said, well, I have men that have been, you know, on the streets, drug addicts doing crazy things, but they're now come to Jesus and they're doing better, but they need a place to grow and learn. And I said, well, you know, there's people, who were, they were, бывшие наркоманы, and they didn't know how to live. And I wanted, I wanted, to be able to be able to live, where they could be able to live, and they could And I said, no, no, She said, no, that's not possible. It's not possible. And then she thought for a minute, and she looked at me, she said, well, how are you going to pay for it? Do you have, you know, I said, no, I don't have any money. I said, no, I don't have any money. I said, no, I want to rent the house for bad, what in her mind are the worst people. And then I said, I have no money. And I said, I'm not only that, the church elders, they didn't believe in it, they said, you can do it, but we won't give you money. Kromi того, старейшины церкви говорили, ну, делай это сам, потому что мы в это не верим. Но Господь проговорил мне. Он сказал, ты накорми множество. Я сказал, хорошо. Я понимаю ваше мышление. Это была пятница, и я ей говорю, но не говорите нет сегодня. I said, I want you to think about it this weekend. Подумайте на выходных. И я помолюсь. Священник. You're called to be the priest. You're called to be the priest. I'm going to pray. Я сказал, я помолюсь. Я ей сообщил об этом. And I said, Monday, I'm going to talk to you again. И я говорю, я к вам в понедельник еще зайду. И приму любой ответ. Да, да, нет, нет. Я увиделся с ней в понедельник. И она сказала, да. Господь дал денег на первый месяц. И это служение продолжалось где-то 12-13 лет. Как совершать чудеса? Господь призывает вас делать то, чего вы не можете делать. Но как совершать это? Вы используете то, что у вас в руках. Берете то, что имеете. И начинаете. А потом Господь совершает то, чего вы не можете. Так это все работает. Помолимся. Поэтому не говорите Богу, у меня нет, я не знаю, не имею, не получится. Потому что один из признаков того, что вы слышите от Бога, это то, что Господь проговорит вам о чем-то большем и более великом, чем вы себе могли представить. Или вы даже не думали, что вы такое можете сделать. Поэтому принимайте Слово Господа и совершайте на его основании. Господи, я прошу, чтобы ты действовал в вере в сердцах людей, присутствующих здесь. Не важно, они бизнесмены, студенты или домохозяйки, пастыря, что бы они не делали. В любом месте в жизни ты хочешь совершать великие дела. Ты хочешь делать то, чего мы не можем делать. Научи нас слышать твой голос. Не просто, чтобы мы пошли и сделали что-то для тебя, но чтобы мы слышали твой голос и совершали то, к чему ты нас призвал. И Иешуа сказал, все возможно верующим. И всякий, кто скажет «Гре этой!» Поднимись и вергнись в море и не усомниться в своем сердце, но поверит в слова, сказанные им, получит то, о чем он говорит. Отец, я верю в Твое Слово. Мне не важно, что думают другие. Не важно, какой опыт у других. Я верю, что Ты можешь. что Твое Слово истинно. Если вы верите в это, просто сейчас поговорите с Господом и скажите, что вы верите в Его Слово. Очень важно исповедовать не только в сердце, но и устами. Пусть это будет сказано вслух. Отец, я верю в Твое Слово. Пусть это исходит из ваших уст. Отец, я верю в Твое Слово. Я принимаю Твое Слово. Верю Твоему Слову. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Господа. Господь, Ты сказал и сотворил мир. И Ты говоришь нашим сердцам, и новые вещи происходят в этом мире. Господь, благосовет эту группу людей, да будут они крепкими в духе и плодовиты во всем. Во имя Ишуа, аминь.